Бедненький несчастный, просит ПЖП, я новичок, ты исполнила мою мечту, ребята как приятно, ребята офигеть, чё? Почему ты мне подарила так много? Ты знаешь Женяшу? Да, я ее фанат. Ребята, я уже делала такую рубрику давным-давно и решила вновь делать такие видосики на своем канале, так как реакция игроков очень и очень классная. Сегодня я сделала себе аккаунт, на котором меня не узнают, но почти меня можно узнать, конечно, по скину, которым я сейчас одета. И, ребята, сегодня я буду дарить вот этих питомцев. Сегодня, ребята, я пойду на сервера Adopt Me искать ребят, которые плохо прокачаны в игре, у которых нету питомцев, которые просят питомцев. И когда мы познакомимся, я у них буду спрашивать, давай сыграем в игру от 1 до 10, я хочу сделать тебе подарок. И которое число он назовет, такого питомца я дам. Обязательно усажьтесь поудобнее, готовьте свои вкусняшки. Обязательно поставьте лайк на это видео и подпишитесь на мой канал. Ну, а я начинаю. Го, погнали. Посмотрим на реакцию игроков в Adopt Me. Итак, ребята, я зашла на сервер. Будем смотреть. Ой, кто меня сбил? Вот и все. Неплохая получилась история. Интересная, веселая, порой немного грустная. А главное, получительная. Ребят, смотрите, я чилика нашла, которая отдаст все за райд. Интересно, что у него там в интере? Давайте, ребята, сейчас зрительскую торговлю посмотрим. Ага, он трейдится. Его ник Доги Майнкрафт 3459. Он, короче, питомца в себе собирает. Ну-ка, ребята, давайте мы с ним пообщаемся. Привет. Что-то он такой неразговорчивый немножко. Что, мне осла подаришь? Я останусь с тобой. Ребята, он мне просто так осла подарил. Что? Прикольно, ребята. Ну, блин, мне он нравится. Давайте с ним пообщаемся. Немного позже. Ребят, он испарился. Блин, а я ему хотела питомца подарить, но он почему-то не разговаривает. Ребята, я нашла девочку на сервере, у которой написано Привет, пожалуйста, дайте Пэта, если не трудно. Ребята, мне вообще не трудно дать Пэта. Давайте мы с ней пообщаемся. Как тебя зовут? Зачем тебя, она спрашивает? Вот это прикольно, ребята. Вот я люблю, когда спрашивают. Просто интересно. Ее зовут Аврора. А, красивое имя. Ребята, на нике написано, что нет Райт Пэта. Ребята, ей тоже мое имя очень понравилось. Какого города? Да, если не секрет. 2016? А что такое 2016? Так, ребята, сейчас я решила с ней все-таки уже сыграть. Назови число от 1 до 10, и я подарю тебе Пэта под этим числом. 5! Так, ребята, сейчас самое интересное мы ей дадим этого питомца. Клубничный Бэт под номером 5 у нас. Посмотрим на ее реакцию. Она уже пишет. СПС! Спасибо! Ребят, все по-честному я отдала так. И смотрим реакцию. СПС. Коротко и ясно. Ты исполнила мою мечту. Ребята, как приятно. Спасибо. Я рада. С какого ты города? Санкт-Петербург. Что? Офигеть, класс. Ребята, я в Санкт-Петербург. Еду сейчас концертом. Он у меня будет 11 октября. А ты знаешь, женяша? Год ржет говорит мне. Ребята, прикиньте, у меня будет концерт в Санкт-Петербурге. И я нашла девочку, Аврору, которая из Санкт-Петербурга. Вот это поворот! Обалдеть, какое совпадение. Так, это я. Что за это пишу, что ты в видео? Вау! Знаете, что я, ребята, сейчас скажу? Приходи на концерт. Все, ребят, мы ее ждем на концерте в Питере 11 октября. Инфа в моей тележке, ребята. Женя Шаларионова. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там очень много информации обо мне, о разных конкурсах. И вообще много-много всего про Роблокс. Обязательно заходите. Вот мой телеграммчик. Ребята, я вижу в чате, что кто-то просит питомца. ПЖ Пэт, я новичок. Ред Рой. Вот сидит, ребята, бедненький, несчастный. Просит ПЖ Пэт, я новичок. Привет, аж прям грустно. Я таких и щукай-крастики. Привет, новенькая? Да. Как тебя зовут? Аврора. В смысле? Я только что с Авророй общалась. Да? Правда? Ребята, обалдеть. Еще одна Аврора? Давайте, ребят, спросим. А ты откуда? Прикиньте, она скажет сейчас в Санкт-Петербург. Москва. Ладно, ребята. Давайте мы сейчас с ней пообщаемся. Короче, ребята, я ей говорю, что давайте сыграем в игру. Назови число-то на 10 и дам Пэта. И мне ее очень жаль стало. И я ей хочу помочь. Она говорит, ну ок. Номер 5. Ой, только не 5. 5 уже у нас нет, ребята. Две Авроры и число 5 выбрала. Как такое может быть? Номер 2. Что? Это черепаха. Вы знаете, этот питомец стоит сейчас рублей 500 где-то. И сейчас я ей его дам. И посмотрим на ее реакцию. Она говорит, мне страшно. Я же от тебя ничего не требую. Все, держи. Это твоя? Ну ок. Ну да. Ребят, я ей отдаю. Сейчас смотрим реакцию. Какая у нее будет реакция на черепаху? Просто, ребят, ей рандомная девочка дает черепаху. Она такая, что? Ребята, она поднялась. Так, что будет дальше делать? Мне нужен паспорт. Зачем тебе паспорт? Чтобы трейдить Легу. А, пон, да, ребята? Она уже решила пойти трейдить черепаху. Все понятно. Ладно, ребята, мы осуществили, надеюсь, мечту девчонки. Ребята, я нашла девочку на вот таком волчке, который написан на нике с нуля чек профиль. Давайте посмотрим, чек не мой профиль. Она мечтает об этих питомцах. У нее есть такой призрачный волк. Она пишет, приветики-пистолетики, меня обманули. Люблю вас. Я хочу ей помочь. Давайте с ней пообщаемся, ребята. Узнаем, как ее обманули. В принципе, я готова ей сразу написать. Ого, ребята, она мне хотела написать, но тут, короче, очень-очень много хэштегов. Ребята, ее обманули. Тест на доверие. Не доверяйте своих питомцев. Так, ребята, я сейчас ей напишу, что мне ее жаль. Очень часто на тесте на доверие обманут. У меня очень много видео на эту тему. А почему ты спросила? Потому что я хочу тебе подарить какого-нибудь питомца. И так как я понимаю, у тебя всего лишь один питомец, я тебе подарю питомца. Семь. Ребята, офигеть. Еще последний вопрос у меня спросим. А как тебя зовут? И ты откуда? Ксюша из Москвы. Питомец под номером семь. Это фламинго. Представляете? Офигеть. Что? Что? Ребята, ну она в шоке. Фламинго тоже очень дорогой питомец. Он редкий уже. Я не шучу. Ребята, я похожа на тот, который шутит? Отдаем этого фламинго флайрайт. Да, она радуется. Оу, вау, вау, вау. Ребята, ну просто так, кисуля. Ну посмотрите. И она получила питомчика фламинго флайрайт. Ну это прикольно, ребят. На самом деле, вот такой челлендж от 1 до 10. Ребята, а сейчас я не буду никого искать на сервере. А просто напишу в чате, кто со мной хочет сыграть в игру. Назови число от 1 до 10. И я подарю петы. Пиши я. Сейчас, ребят, посмотрим, кто ко мне подойдет. И захочет сыграть со мной такую игру. Три часа спустя. А, вот, ребята, вот девчоночка уже подошла ко мне. Так, окей, я дождалась. Итак, ребята, мы ей кидаем трейд. У нее на нике Варюха, а ник Вика. Как тебя зовут? Варя, ее зовут Варя. Несколько вопросов ей задаем. И сейчас будет челлендж от 1 до 10. Варя Саренбурга. Какая твоя любимая песня? Она пошла проходить ивент, ребята. Любимый исполнитель Алены Швец. Ребят, она отменила трейд, потому что уже началась игра. Ладно, я ее жду. Можешь мне немного дать петов на отель или петов купить? Так, ребята, тут какая-то девочка ко мне подошла. Конечно же, я ей дам питомцев, но только не с челленджа. А дам ей вот так подарю. Давайте ей кобру. Кобру дадим. Так, ребят, ну мы ждем нашу девчонку с вента. Я надеюсь, она сейчас к нам придет. И мы с ней сыграем, с Варюхой. Держи, кисуля, это тебе, а это мне. Как вы думаете, ребят, она придет? Варя, я тебя жду. Я жду. Ребят, она бежит, смотрите, она бежит. Варюха, все-таки ты пришла. Мы сейчас с ней будем играть. Назови число от 1 до 10, и я подарю тебе питомца. Ребята, Варюха, пошла ивент прошла. И пришла. Кроме, конечно, 2, 7 и 5. 5. Уже было. Она 7, говорит. Ребята, какое у вас любимое число? Вот у меня 3, 8 и 7. 8! Ребята, у него 8! Прикиньте, а под номером 8 у нас макака. Макака-горилла, вот. Это тебе. Ну как, Варюха, понравился тебе питомчик? Он подписан, ребят, конечно. От кого же он подписан? Он подписан от женяши. Че? Ребята, походу, она поняла. Она открыла питомца, и он от женяша. Почти, что? Она отдала ей питомца? Ты отдала питомца? Подруге отдала питомца. Это мой второй акт. Что? Ребята, это, я думала, ее подруга. Варюха, ты непростая. Сразу на двух аккаунтах играешь. Молодец, ребята. У меня было время, когда у меня было 15-20 аккаунтов одновременно запущено. Представляете? Сколько я питомцев качала. Говорит, ты женяша? Да. Ребята, все, меня узнали. Я, в принципе, думала, что она, когда макаку одела, она уже сразу поняла, что я женяша. Лапки, кисули, жди видос. Но мы идем в следующий отдавать питомцев. Ребята, нашла девочку на сервере. У нее на нике написано «Взломали». Она, кстати, трейдит свой дом-остров. Привети. А как тебя взломали? Это твой новый акк? Она говорит «Да». Давайте, ребята, сейчас я у нее спрошу, пусть она мне покажет дом, который она трейдит. Сейчас мы посмотрим, какой у нее дом. Может, у нее крутой дом? Мы не ищем дом заберем? Вот он у нее дом-остров. И посмотрим, что она там сделала в своем доме. Самира, да, она трейдит свой дом. Он не построен, и ты просто его трейдишь? Я знаю, говорит. Просто у нее остров. Давай я его куплю. Я ей дам, допустим, ну вот грифончика, вот такого питомца и еще одного грифончика. Пойдет? А можешь чуток добавить? Пожалуйста. Ну, хорошо, сейчас мы тебе добавим какого-нибудь питомчика еще. Давай тебе чикина добавлю. Ну, давай я тебе еще леди баг дам. Спасибо, давай сделаем это. Ребят, сейчас я просто у нее заберу дом. А теперь после этого я еще с ней сыграю в игру от 1 до 10. Все, мы затрейдили. А куда наша Самира теперь делась? Где мне ее искать? Самира, давайте мы с ней еще пообщаемся. Я ей кину трейд и спрошу. Самира, ты откуда? Ты самая лучшая. Спасибо, спасибо. Я с Казахстана. Назови число от 1 до 10, и я подарю пета. Вот просто, кроме этих чисел. Она называет, конечно же, 2, ребят, да. Кроме этих чисел. Потому что у меня эти числа уже забрали. 3. Ребята, под номером 3 у нас Мехопап. Это тоже очень крутой питомец, ребят. Он прилично стоит от 200 до 300 рублей. Ребята, такая прикольная реакция, когда ребята реально удивляются в трейдах, что им дарят реально таких питомцев. Так что мы ей отдаем. Она кричит. Отдаем. Ребята, он у нас также подписан от Женяши. Женяши, ты самая лучшая. Как ты мне это подарила? Он подписан. Чё? Дай, Кисуля, ты видел? Мне никогда не дарили Чепу. Ой, собаку такую. Теперь у тебя есть такая собака. Я теперь могу добиться Чепу. По-любому, по-любому. Питомцев у тебя уже неплохо. Блин, говорит, я плачу. Ребята, она такая милая. Я решила, знаете чё, возьму я ещё подарю какого-нибудь питомца. Вот просто чисто от меня, ребят, подарок. Она очень милая, мне она очень понравилась. Это просто так, чтобы твои мечты забылись, и ты добилась свою черепашку. Всё, держи, Кисуля, это тебе. Я уже хотела уйти, ребят, просто уже хотела уйти. А вот, она пишет, я плачу. Почему ты мне подарила так много? Теперь у меня точно будет Чепа. Она меня не знает, но давайте ей напишем, ты видео. Ты видео, Женяша. Так что заходи на мой канал. Ребят, кто ещё не подписан на мой канал, самое время подписаться на канал. А сейчас я снова сыграю в челлендж. Кто со мной хочет сыграть в игру, назови число от 1 до 10, и я подарю Пэту. Пиши. Я. Я. Так, ребята, значит, ей нужен питомец. Привет. Как тебя зовут? Это самое первое, что мы должны узнать, кому мы будем дарить питомца Fly или Ride. Марина, а какая твоя любимая песня? А зачем? Ну, то есть, как бы мне интересно, кому я даю питомца. Вот Марина, у неё ник, просто, да, там Fly. Ребят, это очень важно. Молодец, что она спрашивает, что с незнакомцами общаться на серверах тоже не очень. Ребят, она тоже из Санкт-Петербурга. Вау! У меня концерт в Санкт-Петербурге, ребят. Кто не знает, 11 октября я выступаю в Санкт-Петербурге, а 12 октября я выступаю в Уфе. И сейчас, ребята, мы просим её называть число от 1 до 10. Кроме, кроме, кроме... 2, 3, 5, 7, 8, 6, ребят. Под номером 6 я просто задала, кто же заберёт эту прекрасную Fly Ride. Фурию. Хлад до гнева. Это тебе, Кисуля. Мне понравилось, ребята, что она не сразу решила рассказывать, кто она и откуда. Потому что это достаточно личная информация. Достаточно просто сказать город и имя. Но никак, ребята, ни адрес не горит. Никогда не горите свой номер телефона. Пока вы не познакомьтесь с человеком, не доверяйте ему свои соцсети. Потому что это тоже очень-очень важно. Не попасться на обман. Ребят, она ушла? А, она отошла, смотрите, она, короче, отошла. Ребята, они, короче, отошли. Я думала, она мне что-нибудь скажет, но она как-то ушла. Ну, ладно. Пожалуйста. Ух ты, какой у неё скин, ребята. Ну, конечно же, можно. Давай, Го. Азелька 1926. Ребят, я думала, девчонкам мне что-то скажет. Ну, по поводу спасибо за фрусть фурию. Что-то так вот как-то грустно. Ну, ладно, может, она отошла, пока что-то общается. Она что-то там стоит. А с какого города Элина? Эталон красоты. Это песня? Не знаю эту песню. Вон, окей, хорошо. Назови число от 1 до 10. Я подарю Пэта. Кроме. Значит, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Ребят, ну, просто уже, уже числа. Всё, 4. Под номером 4 у нас, знаете, кто? У нас вот этот просто поединок нежити. Держи, это тебе. Ну, она хоть скажет мне спасибо. Ребята, она мне сказала спасибо. Смотрите, она бегает. Что? Она, короче, в шоке. Она, короче, в шоке. Так, ну, а мне Дарья Кот. Вот эта девочка мне кидает рейд. Привет, говорит. Ты знаешь, женяшу? Да, я её фанатка. Она, говорит, крутая. Ребята, мне написали, что женяша крутая. Ребята, она со мной хочет делать челлендж. Даша из Самары. Ребята, я была в Самаре. Прекрасный город Самара. Я не везучая. Пускай будет один. В смысле ты не везучая? Ты как раз таки везучая, ребят. Она выигрывает Пэта от женяши в Ампир Дракон. Что? Офигеть. Ты везучая. Ты видео-женяша. Ну всё, ребята, я больше челлендж сейчас уже не буду делать. Остальных питомцев, двух питомцев я оставлю на следующий челлендж. Но если на этом видео будет 3000 лайков. 3000 лайков, ребята, я продолжаю этот челлендж. Вот реально. Вот сразу. Будет 3000 лайков. Я делаю этот челлендж снова. Отдаём Дарьке код, ребят. Ну всё, ребят, меня узнали. Меня раскрыли. Я даже оделась сегодня так же, как свой скин. Посмотрите, ребят, похоже? Я просто, наверное, вообще похожа очень. Я лайк каждый день ставлю. О май гад. Подписывайтесь, кисули. Ребят, какие мне благодарные подписчики. Ну, ребят, очень-очень классная, крутая рубрика. Мне она очень нравится. И, конечно же, я хочу продолжение. Но так как в последнее время очень плохо лайки ставят. Ребята, давайте. На этом видео будет ну 3000 лайков. Я тогда снова сделаю челлендж от 1 до 10. А с вами блаженяша всем лавки. А нет, ребята. Вот, говорит, пожалуйста, молю. Ребят, я ей просто подарю питомцу. Держи, кисуля. Это тебе. Всё, ребята, всем пока. Ну, я ещё вернусь в отдохни. Всем пока, кисуля.